всем привет привет ну вот мы из саву сейчас выезжаем на наше последнее сафари кстати забыли вам сказать сафари здесь называется game drive кататься игра я бы называла его охота игра ну ладно и потом уже едем в атаму на курорт в атаму океану а кстати про ящериц мы что узнали что вот эти вот синенько-синенько оранжевенькие это мальчики а серенько серенькие это делать еще мальчики завлекаем девочек да а мы завлекаем вас на наш канал поехали с нами поехали а вот и мангустики помните вам бас или в отеля у нас были мангусты это не просто простые мангусты мангуст обыкновенный еще там ну вот такое но последнее сафари в принципе мы уже просто выезжаем на нашу дорогу а мы же находились в парке у нас отель в парке поэтому последний сафари такая легкая дорога на выезд и дальше на курорт в атаму мы не поняли кто это какой-то холи холи барсет святой барсет какой-то но красивый грациозный но это же не тот не журавль который королевский нет не 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 а не Ребятки могут рисовать за птичек. Малок, например, поиск. Ребятки. Зевкочки. И газетки, и газетки. Наверное, даже вот этот птичек. Такая птичка. Ой, мы еще одна птичка пойдем. Попадет в кадрик лицо. А это хард бист. Как сердце зверь. Что его рога напоминают сердце. В каком-то парке мы уже видели его. Ну, это из рода антилоп, наверное. Ну, это не лев, слава богу, и не слон. Хай себе идет. Не, наоборот, культурное животное ближе подходит. А вот слева, за кустом, он, мне кажется, к девочке идет. Вот там девочка вот прячется. Где-то вот здесь вот. Вот здесь вот. Видишь, он до нее. Я даже не вижу ту девочку. Мы проехали, и я заметила. А-а-а. Видела, что там кто-то есть тоже. Ну, классно. Сейчас мы будем отъезжать вон оно точно. Я вижу. Вот, видишь? Вот. Не впевнена в тишу. А-а-а, да. Уже. Уже подло. Помитило так. Так что тримаемся. Абсолютно другая земля. Здесь едем в противоположный бок. Проезжаем весь парк. Да. Уже 20 часов мы едем. Да. Тут вообще, видишь, зелень уже снова. Ну, на земле нет тропы. О, термитник такой, смотрите. Огромные термитники. И совершенно другая земля. О, прикольно. Вот, смотрите, друзья, уже выехали мы из парка Саву. Где-то 3 часа ехали. Саву из нашего парка. Смотрите, какие здесь пальмы прикольные. Я поняла секрет этих пальм. Их просто никто не облагорает. Это дикие пальмы. Они себе растут, их никто не обрезает. Как шапка вместе, да? И они получаются кусками, только здоровецкими. А еще сейчас нам предлагают на крокодилов посмотреть. Я так думаю, что вон там вот едут, спрят, и смотрят. Обязательно. Давай все посмотрим. Ну что, фу. Можно поехать явным крокодильчиком. Да, все тут сувеника. Сейчас сходили в туалет. Жара, конечно. Вода есть, бумажка есть. Все классно. Мыло есть. Шикарно. Крокодилы есть. Все есть. Ну, я думаю, если заезжать с этого... Именно... Не, не. Как-то не забыла. Другие ворота какие-то. Какие-то где? Сало. 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 В отеле 50 на 50 здесь увидеть крокодила. Ну, не знаю. Может, мы еще увидим где-то с вами в Атаму. Ну, в ночной парке уже показали. Туристов, похоже, повели в какой-то шок там. Вот, а не стало шок. Ну да, там крокодил шок, что-то такие, ну... С крокодиловой кожей. Не, ну что там наверняка реальная. Реальная кожа. Реальная кожа, да. Реальная кожа, да. Реальные цены. Ну, слышали в один шок. Ха-ха-ха. Что еще? Как это так вода пошла? У нас какие-то траблы какие-то. То есть вода, то ли пар пошел сейчас. Странно. Ай, вообще, только там. Что-то было вообще непонятное. Похоже, машинки уже труба. Что знаешь, что уже? Ё-моё. Хоть не рванёк, мы едем и такая фигня, как он большой повалил. Я просто камеру не хотела включить. Вот это как приключение. Похоже, нам нужно быстро вернуться. И починиться. Ох, как просто дымится на топор на самом деле. Сказал водитель, надо проверить воду. Не, ну летело вообще, такой пар летел, что мы чуть не задохнулись. Вот такие приключения. Ну вот, Ваэй сейчас будет чинить машину. А мы, похоже, идем в какой-то шок, посмотрим на крокодилов там. Или на крокодиловую кожу непонятно. Вот так вот, бах. И запылилась. Что у нас здесь? Зубочки и плыкасты. Это кто? Ё-па. Ё-па-там. Ё-па-там похоже. Каша уже отличает. Острый вообще, острый. Ну что, такой вот танец такой. Светный зубик. А ну. Мне к лицу этот цвет. Ну классно, смотри, бусиков сколько набрать можно. Ты опять меняешь, да? И дальше рассказывай, что... Сейчас Ромашка хотела мне рассказать, что 400 это. Ну вот маска прикольная, смотрите. Вот тоже вот такой вот. Ну это большая. Длинная. Ну сейчас наверняка снова цены запереть. Я тебе сейчас скажу сколько стоят чипсы. Ну вот сейчас чипсы хотим взять пачечку большую. За три бакса 25 центов. Три бакса чипсы стоят, да? Ну понятное дело. Ну да. Тут дешево не будет. Ну да. Ты чё? Ого. Кукла Вуду Наташа нашла. Да не. Ну это же... Смотри, с малюткой. Бачишь? С малюткой здесь как и обезьянка. Сколько долл? Сколько долл? Мы не знаем, сколько долл? 25. Ну вы же понимаете, что ей цена где-то... Где-то доллара два, наверное. Какой имя? Имя? Это не имя. Это... Абигайл. Абигайл. Кто знает, что такое Абигайл, пишите. Тут просто очень много Абигайл. Красиво, красиво. Знаешь, это с малышком. И бачишь, это перевесит. Ну как обезьянки вот это, бегают с малышами. Вышли мы уже из сувенирного отдела. Хотели нам эту Пепу впарить за 25 долларов. Он говорит, что Пепа, Пепа. Маму же завернуть. А я думаю, что за Пепа? Свинка Пепа, или что? А кажется, что Пепа это газета. Ну типа бумага Пепа. О! Тихо! Ну водопад. Вода так шумит? Да, вода шумит. А мы можем что-то сделать? Ну, наверное, можем. Ну, Моссис там застрял, мабуть, надолго, и мы видим. Внутреннюю жизнь. Так что застряли мы трошечки в этом при выезде. Ну мы сразу так вот. Мы ездили, да, вот с друзьями в Найваш, и потом сами в Найроби парк. Ну машинка эта подубитая, конечно. Ну она отшала уже все. Да, но зато вот фирма классная и люди ответственные. Давай это. Так что? Так что? А, да? Ну не знаю. Колючие полочки нет, значит тут белых обезьянок нет. Слушай, ну я не знаю. О-о-о-о! Чёрный юмор. Знаешь, меня уже после нашего сафари, может столько дней на сафари, Наташа пыталась меня испугать. А нет? Столько дней на сафари, меня даже не удивит, если сейчас лев выйдет, сфотографируется и уйдёт. Меня это не удивит. 50. Красиво! Ну красота! Видишь, зато смотри, не сломалась бы машина. Тихо-тихо-тихо. Не попали бы. Да, не бежали бы мы так сейчас быстро. Так, ну ищите здесь брёвнышко. Так, я нашла уже эту ящеречку. Маленькая она, конечно, там. А, на камешке была. Тихо, давай послушаем ещё. А, да. А вот откуда водичка идёт, или извините, куда-то похислывается, я что-то не могу. Да. Ну тут просто шланг идёт такой большой, когда не так. А вот апреля, и славит сидит. А, сейчас, да. Это с наших широт он прилетел сюда зимовать. Сафари продолжается. Не знаю, видно ли. Мне плохо через камеру видно сейчас. Очень солнечно. Не, ну я спросила, где крокодилы? Он говорит, аутсайд, иди, иди. Ну идите. Где крокодилы? Ну идите, они как раз не завтракали сегодня. Вперёд, белые туристы. А мы рассказали, что тут из крокодилей кожи. Нифига тут из крокодилей кожи не продаётся. Всякая ерунде. Как мы обшиблись. Ну а это ж, видишь, теперь это пришлось исправить историческую ошибку. ещё в надежде на крокодилов. Ну, я надеюсь, что если они есть, то не в пяти метрах от нас. Ну что, народ, мы пришли, наш водитель куда-то уехал. Наташа садит уже. Да. Сейчас проходилов пойдём ловить. Да, переключение начинается. Мы позвонили. Хорошо, что мы номер-то купили в аэропорту. Сказали, что ждите десять-двадцать минут. Вы сидите. Он уехал. Говорит. Вы никуда не идёте. Он уехал. Понятно, спасибо. Сидим, отдыхаем. Сейчас будем продавать сувениры. А что делать там? Сейчас у него наладится торговля. Зараз к моему продаму. Ведите обезьяну. Не, ну тут туристов так нормально. Приезжает, заходит, завозит. Вот связались уже с владельцем турагентства. Он сказал, что 15 минут и он приедет. Он приехал, но мы сидим, потому что я недовольным. Вышли с рюкзаками. У меня там нафток, вода. А если бы мы телефон не взяли? Мы в туалет вообще выходили. Если бы мы не взяли. Выходишь, машины нет. Что за фигня вообще? Ну вот уже совершенно другая местность. Тук-тук едет навстречу. Всё очень зелено. Много пальм. Правда сейчас не пальмы. Здесь какие-то домички такие. Нет. Ковнаю я так прямом смысле слова. Это еда. Да, люди очень бедно живут здесь. Их раз лягушка такая вы идите помахать нам. Смотрите. Вот в домике мы уже не успела перевести. Да. О, действительно. Вот что мы видели. Тут такой самый бедный контингент. Малиндия. Мы сейчас едем и мы в Малиндия. Тоже популярный курорт. Да? Да. Есть Мамбаса, Ватаму и Малиндия. Вот смотри. Нам ещё столько. Вот мы здесь, а нам ещё сюда. Здравствуй. Едем. Ну вот немножко Малиндия вам из окна. Напоминает Шри-Ланочку. Заблукали мы чуть-чуть. Уже звонили и ищем нашу The Lagi Residence, где мы будем жить. Даша уже включила. Хорошо, что есть у нас свой Wi-Fi мобильный. Вот вроде как женщина объяснила, но наш водитель что-то так и не понял, куда нам ехать. Вот уже мы Ватаму немножко заблукали мы. Вот уже ищем где-то минут 30. Мальчик, мотоциклист вернулся и нам показывают дорогу. Хотя мы звонили хозяйке, что-то она немножко нас запутала. Причём мальчик разговаривал по Наташиному телефону. Говорит, ты шо не давай, сейчас газа даст ты и телефон тютю. А Наташа такая, да ладно. Да ладно, пусть кай поговорит. Ну молодец, за нами и вернулся. Я надеюсь, что сейчас везёт нас в какое-то красивое место. Но вот сейчас смотрите. За окном так приятненько. Цветочки, такие бунгало и пальмы. Посмотрим, надеюсь мы доедем. Мы приехали. Таша говорит, мы приехали. Ну я надеюсь. Асюл приехал. После, помните, мы уже приехали в Шеке. Но дай Бог мальчику здоровья действительно вернулся за нами. Нашёл нас в каких-то хащах чаще. И говорит, давайте сюда. Вот так дорожка занимает 6 часов даже больше. Живо. Очень тяжело. Хозяйка нас, наверное, ждёт уже. О, сейчас выгрузимся и включился. Ну что, друзья. Попрощались мы с нашим гидом. Thank you. Ой, тут мне помогает девочка везти. О, видите, какой отель классный. The Wadi Residence. Нашли его в Букинге, в Атаму. Очень классные отзывы. По-моему, девятка в Букинге. То есть супер. Сейчас показываем территорию отеля. Офигенно. Просто класс. Такие бунгалы. Напоминает чем-то наш отель на Занзибаре когда-то. Честно, меня укачало просто и ухайдокало в ЖПП. Ну, столько ехали. Ой, красиво, красиво. Где-то ещё бассейн должен быть до пляжа, до океана. Минут 15 ходьбы. Мы такие все вообще потные, мокрые, пыльные. Сейчас зайдём, рассчитаемся и будем показывать, наверное, нашу комнату. Сейчас, подождите, уменьшу, потому что у меня в одной руке ноутбук, в одной этой. Давай. Всё, идём. А вот наша хозяйка. Так, я чуть уже... О, мне нравятся эти цвета, жовта блакетник. Мне нравятся. Приветственные напитки. Это арбузный? Ага. Девочка взяла наши паспорта, перепроверяет. Это же натуральный. Это натуральный суп. Натуральный арбузный суп. Ну, ваше здоровье. Сейчас я тоже свой выпью. Продолжу показывать вам отель The Vadia Residence. Очень много классных комментов, было отзывов. Повторюсь. Он такой, ну, из бюджетных, из бюджетных. Даже могу назвать вам цену. 60 долларов за ночь, за двоих с завтраком. Ммм, джакузька. Класс. Такая зона отдыха. Видела джакузьки? А ну, Наташа, посмотри. Это как соль типа стоит, смотри. А это свечки. Свечи, свечи. Я думаю, это морская соль, типа сразу можно в джакузи залазить. Ворота открываются, закрываются. Много зелени, много цветов. Не, ну классно, классно. Ну-ка, покажу-ка я вам кокосики. Очень классно просто, когда они падают. Такой звук прикольный. Главное, чтобы на голову не упали. Во многих отелях даже сбивают просто их специально, чтобы, не дай бог, кому-то череп не снесло. Наташа рассказывает про наши сафари. Все, сейчас нам комнату покажут. Наташа, вперед. Запах принятый. Ох, девочка уже куда-то понесла наши чемоданчики. Не знаю даже куда. Похоже, это наша кокоса. Ага, ну прикольно. Ух ты, только это наша, то есть все. Все вещи здесь, она даже сняла свои тапочки. То есть это все наше. Thank you. I leave change for room to you. For paying, ok? No, no change, leave it to you. Change for hotel, leave it to you. Ok. Вот, нам доллар просто должны дать. В общем сказала, чтоб девочка оставила себе. Угу. Давай выйдут, да? Интереснее как сделано. А это что за дверь? Это наверное к соседям? Да, наверное. Так, сейчас подождите пока ноутбук. Спасибо. Thank you. Thank you. Все, это тут кровать с этим, с, как его, с цветкой комаров. Да. Дальше. Ммм, надо все отключить. Вот. Тут мыло надо, чтоб было. Ага, вот нам, у нас мыло уже есть. А, шампуньки нету, но мы с собой взяли. Унитаз и такой душик. Ага. О. Окей. Ага. Надо что-то объяснять, как закрывать, как закрывать шторы. Ой, шторы господи, двери, а вот цены на шторы. Смотрите, какие бусики прикольные. Уууу. Так. Вот я в бусиках, смотрите. Ууууууууууууууууууууу бусики. Класс. Она будет купить побольше бусиков. Так. Вот у нас выход в этот. А окей. Наташа, иди посмотри, а то я тут в бусики залезла? В бусики залезла? да все очень просто у нас вот такой же на занзибаре было место прикольно муана муана это девочку зовут муана очень приятно сию картиночки класс ну вот такой даже не могу вам развернуть полностью позвать комнату потому что стану телефона не хватает а вот такая прям будет закрывать даже прям замок такой да ну я пусть приватности не как-то так у нас вот она как выглядит если мы заходим вот наша комната наш наверно балкон такой веранда самое первое такое входа можно так сказать но ничего вон в целом тоже была самая первая комната и нормально было вон у меня и так же у людей еще ближе быстро докруйте ой так пахнет здесь приехал так ну вот мы уже добрались необычно из прохладно из холодного наэроби в прохладной амбаселе оттуда в теплые цаву а сейчас просто в жаркий ваттаму просто жарко и горячо сейчас жара бешеная мы просто все липкие ну мы приехали хорошо обдувает ветерок ну народ вот такое видео сегодня ну пишите коменты ставьте лайки оставайтесь с нами всем пока пока